Всем привет, меня зовут Лина, и я бы хотела сегодня немножко поговорить об анимации и о том, как можно разнообразить ваш рисунок просто и легко за несколько минут. И начать я бы хотела с эффекта трясущейся анимации, которую мы сделаем в Procreate. Я уже создала новый хост и сюда закинула заранее созданный в фотошопе текст. Хочу заметить, что в зависимости от вашей оперативной памяти на устройстве вам будет доступно какое-то ограниченное количество слоев. Для трясущейся анимации много слоев нам не понадобится. Окей, выбираем нужные нам параметры и создаем новый холст. Теперь клацаем по настройкам и здесь выбираем в параметре холст ассистент анимации. У нас появляется вот такая шкала. Это наш таймлапс, где в дальнейшем мы сможем создавать и редактировать наши кадры. Но помимо того, с этими слоями можно работать также и в привычной для нас панели слои. Здесь все достаточно просто. Давайте включим фон, чтобы мы видели лучше отображение нашего первого кадра. Моя задача в том, чтобы сейчас нарисовать от руки этот текст, поэтому я понижаю его прозрачность. В дальнейшем я этот шаблон удалю и поверх него создаем новый слой. Это можно сделать как здесь, так, например, и вот здесь. Я забыла сказать о том, что когда мы создаем новый кадр, наш предыдущий слой автоматически становится с 50% прозрачностью. Это делается для того, чтобы вы смогли ориентироваться на тот слой, который у вас был до этого. Так как сейчас мы на этом кадре, он у нас со 100% прозрачностью, но как только мы приходим на следующий кадр, наша прозрачность понижается. Ну, вот такая забавная штука у меня получилась. Теперь дело за малым, я так сказала. Чтобы из этого сделать рисущуюся анимацию, дублируем этот слой и вносим минимальные-минимальные изменения. Либо же мы можем вообще его не дублировать, удалить. Свой шаблон я тоже удаляю, он мне больше не нужен. Я могу создать новый слой, обвести, но с минимальными изменениями. Я не хочу заново проделывать работу, поэтому я просто дублирую пластика, где-то что-то чуть-чуть-чуть-чуть поправляю. Момент такой, что если проклеете использовать пластику, то качество картинки будет теряться. Помните об этом. Поэтому если вам не лень, если вы располагаете достаточным количеством времени, то вы можете запариться и обводить каждый кадр. Вообще, было бы прикольно, например, заанимировать хомяка, изобразить то, что он не может удержать этот огромный тяжелый стилус, и он будет так качаться из стороны в сторону. Но это уже более сложная анимация, и об этом, наверное, стоит поговорить в другом ролике. А пока что давайте сделаем простенькую анимацию колебания. Изменения должны быть супер минимальными, иначе это будет немножко страшно выглядеть. Какие-то буквы можно выделить и немножко изменить их наклон. Капельку, чуть-чуть. И вот такая минималистичная анимация у нас вышла. Как теперь это можно сохранить? Во-первых, я в данном случае отключаю белый слой, он мне не нужен. Я могу сохранить картинку просто по слоям. Допустим, файлами png у меня сохранятся два кадра, два изображения. Либо же я могу, например, анимированный mp4. Здесь можно выбрать количество кадров в секунду и сделать анимацию либо гораздо медленней, либо гораздо быстрее. Ну вот в среднем, наверное, я бы сделала вот так. Если же это какая-то более сложная иллюстрация, как, например, вот это. Здесь делаем абсолютно то же самое. Создаем новый слой. Рисуем поверх слоя с небольшими изменениями. Смотрим, как это выглядит и выводим. Дублируем слой. И также вносим минимальные-минимальные изменения. Где-то пластикой, где-то я могу что-то стереть. В данном случае мне понадобится только контур, потому что у меня внутри цвета нет никаких фактур, которые можно было бы тоже заанимировать. Поэтому я просто сейчас поиграюсь с контуром. Я бы хотела дополнить, что несмотря на то, что в Procreate я рисую уже достаточно давно, о многих функциях я узнаю постепенно и часто далеко не сразу. Вот, например, вы знали, что тут можно создавать и редактировать текст. Я до недавнего времени была железно уверена в том, что эта функция отсутствует Procreate. И как бы это смешно не было, думаю, что рисую я в этой программе уже около двух лет. Узнала об этом я буквально месяц назад. Мне очень приятно, что мое видео про работу с картами градиента залетело. В моем ситуации только в том, что юзать их я начала недавно. Так как до этого я просто не знала, что это такое, как с этим работать. Хотя пользуюсь я тем же фотошопом уже около восьми лет. И мне вот было бы интересно, сколько вообще среди моих зрителей, художников, которые рисуют традишки, либо только начинают осваивать CG, и хотели бы себя попробовать в этом, но при этом пока что вот не удалось. На самом деле я понимаю, что я зря не пользовалась некоторыми фишками программ, так как это, конечно же, значительно упрощает жизнь. Однако вот если бы у меня был человек, который смог бы мне подсказать какие-то примочки, так лучше разбираться в графических редакторах и прокачать свой навык в рисовании вам поможет курс «Цифровой художник. Годовое обучение», которое предполагает целых 13 месяцев продуктивного обучения наставникам. Эта программа направлена на подготовку сильных и разносторонних специалистов в CG. За время курса вы научитесь рисовать с нуля, освоите дизайн на продвинутом уровне и оптимизируете свой процесс рисования до уровня PRO. Курс подходит как ребятам с нулевым опытом рисования, так и художникам с опытом. Тем, кто рисует традишки, курс поможет грамотно перенести знания и умения в сферу CG. Курс состоит из четырех модулей, за время обучения на которых вы познакомитесь с функционалом фотошопа и научитесь работать планшетом. На практике пройдете основы и pipeline 2D рисунка, получите базовые знания об объеме, материалах и текстурах, перспективе и анатомии, познакомитесь с философией и методами создания портретов. А еще придумаете своих персонажей и будете работать над характерами, костюмами и эмоциями. В общем, полный полет фантазии. Для эффективного обучения на курсе предусмотрены каникулы после каждого модуля. Вы можете использовать их как для отдыха и восстановления ресурса, или для сдачи домашних работ, которые, допустим, не успели выполнить в срок. Также курс не привязан к одной стилистике, и вы сможете сами выбрать направление, а кураторы построятся под ваше желание. Преподаватели на курсе. Анна Дзикава, преподаватель с академическим образованием, арт-стример и художница с нереальным стилем. И Диана Матисова, профессионал индустрии, сотрудничала с Room Aid Studio и Creative Mobile, где участвовала в разработке игр. За время обучения студент получит не только знания, но и возможность практиковаться на реальных заказах. Внутри закрытого дискорд-клуба школы есть биржа заказов, где ежемесячно команда школы ищет и готовит заказы для студентов, чтобы была возможность развиваться и зарабатывать одновременно. По моему промокоду LENARUSIG вы получите скидку 20% на обучение. Ссылка на курс, как обычно, будет в описании под видео. Обязательно переходите и записывайтесь на курс по приятной цене, если не хотите, как я, узнавать о базовых фишках программы спустя 8 лет ее использования. А на этом мы возвращаемся к видео. Следующий интересный способ анимирования вашего рисунка. Сейчас мы заставим моргать нашего персонажа. Очень прикольная штука. Но здесь есть некоторые нюансы. Для этого я использовала программу MacLife. Во время записи я не уточнила тот момент, что для работы мне понадобилось оформить подписку. Она стоила 150 рублей в неделю. Возможно, есть вариант поискать альтернативу, если вас это не устраивает. Но сегодня я покажу, например, этого приложения. Мне достаточно раз в какое-то время сразу закинуть несколько работ, сделать и потом подписку отменить. Второй момент. После оформления подписки я читала, что многие жаловались вот на такую проблему. Ему не удается подключиться к серверу. Я сама очень долго не могла понять, в чем проблема. А потом поняла, что она решается настолько просто, что вам будет смешно. Нужно было всего лишь включить VPN. Ну и вуаля, приложение работает. При регистрации тут сразу 100-500 миллионов будет вам подсказок того, как работать этим приложением, которое вы не сможете пропустить. Потому что приложение просто вам не даст этого. Поэтому я думаю, что вы разберетесь. Мы загружаем сразу нашу работу. И приложение сейчас автоматически проанимирует самостоятельно наш рисунок. Но выглядеть это может не очень естественно. Но в принципе что-то он уже сделал. Особенно мне. Меня все время очень пугают эти зубы. Потому что они рассчитаны все-таки на фотографию, а не на рисунок. И в принципе, если у вас не будет подписки, это все, что вы сможете сделать. И если вас это вполне себе удовлетворит, то вы можете даже не покупать подписку. Но я все-таки хочу немножко здесь покопаться. Поэтому мы нажимаем вот сюда. И теперь мы можем редактировать нашу анимацию. Топорно, но можем. Первоначально, что я хочу сделать, это изменить маску, которую программа накладывает на лицо. Потому что, как видите, она не очень точная. Особенно глаза. Типа, это как? Ну вы поняли. Быстро это все поправляю, как мне надо. Вообще, с этим можно поиграться, если ваш ракурс не типичен. То есть, не ванфас, например. Как этого хотела бы, возможно, программа. То в зависимости от того, как вы поставите эти точки, программа будет лучше или хуже работать. Теперь, как минимум, анимация должна стать более точной. И какой есть следующий прикол? Не совсем, видимо, понимает, как выглядит закрытая века. Но в какой-то момент зрачок моего персонажа просвечивает, можно сказать, сквозь века. Что, конечно же, не должно происходить. Я сказала до этого, что у программы есть некоторые проблемы с морганием. Так происходит не всегда. Это вот как раз-таки из-за того, что я, видимо, тогда не очень верно расставила точки. И на деле же эту проблему можно избежать. Но все равно, так или иначе, вы сейчас увидите, из-за того, как у меня нарисовано века, моргание не очень выходит правдоподобным. И я хочу это исправить. Поэтому я в любом случае расскажу, что мы будем делать дальше. Даже если моргание у нас будет выполнено нормально. Ну и вот такой результат у нас получается. Как видите, веки на месте ничего не просвечивает. Ура! Но из-за того, что у меня века нарисована вот с этой тенью, это выглядит немножко странновато. Не очень естественно. Но в целом, в целом анимация готова. Мы можем это сохранять. Но я обычно изменяю еще длину цикла, потому что тогда анимация получается больше и не такой быстрой. Вставляю на 30. Потому что это, по-моему, максимум. И сохраняю. Обычно для видеомонтажа любого ролика я использую программу Adobe Premiere Pro. Но сейчас я вам покажу на примере программы Avian, которую вы можете скачать себе на телефон или на планшет. Дабы все смогли понять, как это можно сделать и смогли это реализовать. Тут немножко будет сложнее работать с кадрами, чем это можно было бы сделать в том же примере. Но, тем не менее, это реально. Я нахожу кадр, где глаз полностью получается закрытым и выставляю там метку, чтобы я могла наглядно видеть, куда мне нужно поставить будет свой наложенный сверху глаз. Обязательно делаю скриншот из программы видеомонтажа с закрытым веком, с полузакрытым, с чуть более открытым. И так несколько раз, несмотря сколько у меня там будет циклов. Но обычно кадра 3-4 хватит, может даже 2. Дальше я перехожу в Procreate. Это может быть любая другая программа для рисования. Я добавляю свой рисунок. И далее добавляю на холст сразу же несколько своих скриншотов. Объединяю их в группу и масштабирую так, чтобы размер совпал с размером моего рисунка. Почему я так делаю? Потому что скриншот имеет гораздо более плохое качество, нежели качество на моем рисунке. Создаю новый пустой слой и отрисовываю на нем свое веко. Так я делаю с несколькими скриншотами, постепенно вот так прорисовывая веко в разных его стадиях открывания и закрывания глаза. Выключаю все возможные фоны и вывожу каждое веко на PNG слой. Сохраняю в галерею и теперь экспортирую их в программу видеомонтажа. Также хочу заметить, что программа, хоть я и оформила подписку, не дает мне возможности избавиться от водяного значка. Поэтому я его тоже благополучно закрасила и благополучно закрыла. Обрезаю наше веко до минимального кадра и поочередно их вставляю друг за дружкой. После чего смотрим, что у нас получилось и вуаля, наше веко прекрасно закрывается. И закрывается гораздо правдоподобнее, чем это сделала программа. Опять-таки все зависит от вашего рисунка и от того, как ее считает программа. Я думаю, что это все индивидуально. Я не пробовала пока что так делать с другими работами, но планирую в будущем обязательно юзать эту функцию. Потому что мне кажется, это очень прикольным инструментом для того, чтобы вести соцсети и как-то удивлять свою аудиторию. И в принципе оживлять своего персонажа. Очень приятно ощущать на себе то, как будто бы он ожил. И то, что это не просто статичная картинка, а он может двигаться. Ну короче, вы поняли. Это выглядит немножко запарно, но итог получается очень прикольный. Для следующей анимации нам понадобится программа Adobe After Effects и такой плагин как Volume Max 7. Вы можете его скачать по ссылке в моем телеграм-канале. Если вдруг вы никогда не пользовались этой программой, не переживайте. Я сейчас все объясню. Здесь достаточно все просто. Разве не пугайтесь от вида программы? Она выглядит страшно. На самом деле каких-то невероятных способностей нам сегодня не понадобится. Создаем новый проект и закидываем в поле Project наш плагин. Щелкаем вот по этому полю два раза. Так как сегодня мы будем анимировать именно портрет, и именно о нем я поговорю. Открываем папку Портрет и импортируем вот этот файлик. Открываем содержимое папочки. И нам понадобится вот эта композиция Maincom 4K. Теперь нам надо будет импортировать в проект наш рисунок. В моем случае это будет мой персонаж. Клацаем вот по этой кнопочке фото и переходим в новую композицию. Для того, чтобы импортировать наш рисунок, снова клацаем два раза в окне Project. Теперь среди файлов еще наш рисунок. Перетаскиваем его на таймлапс в нашу композицию. Теперь нам надо будет подогнать наш рисунок в кадре. Заранее скажу, что изначально ваше окно, скорее всего, будет 9х16. Но вы должны подразумевать, что при выводе ролика будет такая возможность, как выбрать формат экспортируемого файла. Будь то это квадрат 16х9. Заранее подгоняем приблизительно рисунок под формат, который мы собираемся в дальнейшем выводить. И не боимся черных полос по бокам, потому что если это будет не формат 9х16, а, например, формат под тикток, эти черные полосы потом обрежутся. Не переживайте. Чтобы масштабировать наш рисунок, нам понадобится развернуть слой с рисунком, клацая вот по этой маленькой стрелочке. Здесь мы увидим такой параметр, как transform. Раскрываем его. И здесь есть такие параметры, как scale и position. Соответственно, масштаб и расположение. Увеличивая или уменьшая тот или иной параметр, мы можем масштабировать или перемещать наш рисунок. Все достаточно просто. Обратите внимание, что здесь есть вот такой значок в виде скрепочки. Если вы его отожмете, то рисунок теперь будет масштабироваться непропорционально. Если вы не хотите этого, обязательно следите за этой скрепочкой. Теперь, после того, как вы подогнали свой рисунок, нужно будет перейти обратно в главное меню на таймлапсе и клацнуть на главном экране вот по этой кнопочке Setup. Теперь в самом низу мы увидим два портрета. Мужской и женский. Неважно, какой у вас персонаж, мужской или женский, в зависимости от формы лица, выбирайте более подходящий для вас портрет. Не пугайтесь, если не тот, не иной вам не подходит, потому что далее мы это исправим. В данном случае я возьму мужской портрет, соответственно, женский мы выключаем. Чтобы подогнать наш портрет к нашему персонажу, мы должны проделать практически все то же самое, что мы делали с рисунком. Разворачиваем параметры слоя с портретом, клацая вот по этой стрелочке. Пользуясь новыми параметрами Scale и Position, подгоняем портрет к нашему персонажу. Следующий момент. Если лицо вашего персонажа нарисовано не в анфас, а оно повернуто в пространстве, в таком случае переходим во вкладочку Effect Controls, предварительно выбрав наш портрет обязательно. Здесь будет такой эффект, как Select 3D Angle. Перемещая ползунок по этой шкале, мы сможем повернуть маску в пространстве. Проверяем, чтобы наша маска была максимально подогнана под лицо персонажа. И дальше, если вы понимаете, что она отличается от пропорций лица вашего рисунка, обращаю ваше внимание на следующий эффект в этом окошке. Здесь есть такой инструмент, как палец или по-другому пластика. С помощью него вы сможете максимально подогнать маску под пропорции лица персонажа. Тут все достаточно просто. Я думаю, все, наверное, пользовались когда-то пластикой в той или иной программе. Если вы понимаете, что кисточка, которую вы сейчас используете, слишком большая, изменяя параметр Brush Size, вы сможете отрегулировать размер вашей кисти. А с помощью следующего параметра, который находится прямо под ним, вы сможете отрегулировать силу нажатия вашей кисти. Это, в принципе, не обязательно, но я объясню эти нюансы, чтобы вам было удобнее работать. Смотрите, тут еще такой момент, что у вас должна максимально точно совпадать конструкция лица и линии шеи. Трапеция в данном случае не так играет роль, главное, чтобы шея была на месте. И для того, чтобы проверить вашу маску или по-другому карту глубины, если вы в ней сомневаетесь, кликаем в X-Ray Mode, предварительно выбрав инструмент Select Tool и отжимаем вот эту галочку. Переходим обратно в нашу главную композицию. И теперь мы можем посмотреть, совпадает ли наша карта глубины с нашим персонажем. По крайней мере, адекватно ли она выглядит. Интересный момент, что у меня эльфийские уши. Их обязательно тоже подгоняем максимально, насколько это возможно, под уши нашего персонажа. Так анимация будет более точной и более правдоподобной. Окей, если у вас есть еще что-то подправить, включаем обратно эту галочку, поправляем. После того, как у вас все сделано, обратно переходим в X-Ray Mode и отжимаем эту галочку. Возвращаемся в основное меню. И видим посередине вот такой квадратик. При его перемещении мы можем заметить, что наш персонаж как бы поворачивается в пространстве. Эта анимация может быть все равно слегка-слегка кривая, если ваш рисунок, как и мой, во-первых, сделан не в анфас, а во-вторых, у него есть какие-то размытия, какие-то неточности, как, например, у меня со вторым глазом. Но в целом это выглядит достаточно правдоподобно. Далее наступает самое интересное. Теперь мы можем подрегулировать наши частички, эффектики размытия, чтобы наша анимация стала еще правдоподобней. Для этого здесь есть вот такие эффектики к лаце. И здесь видим целую кучу непонятных параметров. Не пугайтесь. Сейчас все объясню. Для начала нам понадобится такой параметр, как particle selector, или по-другому генератор частиц. Он позволяет выбрать эти самые частицы. Это может быть пыль, дождь, снег, искры, туман, могут быть лепестки, роз. Здесь можете потыкать и посмотреть, что он предлагает. Мне на самом деле в данном случае под мой рисунок больше всего понравился эффект тумана и эффект частиц. Еще смотрится прикольный эффект снега. Но вот если с эффектами снега и частиц при возникновении каких-то неточностей маски это не так заметно, то с туманом здесь все немножко сложнее. Так как у меня волосы у персонажа достаточно пышные, если маска от формы головы не подогнана под форму волос, то это будет видно. Поэтому с этим надо быть тоже аккуратней. Параметр dentsy отвечает за плотность частиц в кадре, то есть за их количество. Scale позволяет регулировать масштаб этих частиц, то есть отдалять их или прибежать. Miros, или зеркало дословно, позволяет отражать наши частицы по тем или иным осям горизонтали, вертикали. Параметры house я не совсем понимаю. По идее, с перевода он должен генерировать случайное возникновение этих частиц в кадре, но на деле же он просто сдвигает частицы чуть-чуть в пространстве по горизонтали. Если у вас выбраны какие-то лепестки или листья деревьев, вы можете отрегулировать их цвет с помощью параметра color balance и их насыщенность с помощью, соответственно, параметра color saturation. И в самом-самом низу вот это большое количество слоев отвечает за размытие и непрозрачность ваших частиц на разном уровне в пространстве. То есть самые отдаленные частицы, более приближенные к кадру, еще более приближенные и самые близкие. То есть здесь в основном по четыре слоя. Вы можете подвигать ползунки этих параметров и понять, какой из них за что отвечает. И также тут есть такой параметр, как освещение. Тут все работает по такому же принципу. Вы можете поиграться с этими параметрами и понять, как это работает. Поздравляю, мы на финишной прямой. Для активации нашей анимации нужно убедиться, что бегунок таймлапса находится в начале и отмерить количество секунд для анимации. Для этого просто перемещаем вот этот ползунок вправо или влево. И самое здесь приятное, что вам даже не придется проставлять ключевые кадры. Смотрите, в то время как наш ползунок находится в самом-самом начале на таймлапсе, перемещаем квадрат на главном экране в соответствии с тем, как будет выглядеть ваш первый кадр. Допустим, он будет начинаться вот так. И теперь вы либо можете передвинуть бегунок на таймлапсе в самый конец анимации, на самый последний кадр. Если ваша анимация будет прямолинейной, если же вы хотите поиграться с ней, тогда перемещаем наш бегунок на несколько секунд вперед и перемещаем наш квадрат. Вы увидите вот такую линию, которая отвечает за путь, который будет проходить наша камера вокруг персонажа. Перемещая бегунок еще чуть вперед, мы можем создать интересную анимацию. Если же вам нужно что-то отменить, что-то подредактировать, мы можем перейти в параметры слоя Volumax Controller. И здесь вы увидите все-таки маленькие ромбики. Это и есть ваши ключевые кадры. Их можно перемещать в пространство или же вовсе удалить. Выбрать ключевой кадр и нажать Delete. Для экспорта файла кладем по кнопке Export. После чего сам Volumax нам подскажет, что нам надо перейти обратно во вкладку Project и выбрать композицию под названием Export Process. Кладем по ней и переходим вот в такую панель. Здесь мы можем выбрать формат экспортируемого файла. Это то, о чем я говорила недавно. Я выбираю стандартный формат 16 на 9. Обязательно проверяем, чтобы количество секунд в данном тесете совпадало с тем количеством секунд, которое вы выбрали до этого, потому что в данном случае у меня по дефолту Volumax выставляет 4 секунды. Передвигаем ползунок на то, сколько вам понадобится. Все. Теперь супер-супер финалочка. Нам надо поставить наш ролик на очередь. Для этого клацаем File Export at Render Queue. Тут выбираем понравившийся нам формат. Я обычно выбираю AVI или MP3. Вот, у меня по дефолту ставится сразу AVI. Ну и в заключении название нашего файла и папку, в которой оно будет экспортироваться. Нажимаем сохранить и рендер. Все. Теперь остается только ждать. Такой лайфхак. Если что, скорее всего, ваше видео будет весить овердох. Я обычно закидываю готовое видео в какую-то другую программу для видеомонтажа. В данном случае это Adobe Premiere. Это может быть любая другая программа, где вы просто выводите в стандартном, обычном формате ваше видео и оно весит в разы, в разы, в разы меньше. Если файл весит 4 гигабайта, я думаю, это достаточно сложно будет загрузить в какой-нибудь Instagram. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok